С вами я, Алена Никольская. Это астрологический прогноз на неделю с 11 по 17 июля 2022 года. На этой неделе самым значимым и важным событием будет полнолуние. Полнолуние точно придется у нас на среду, 13 июля, но чувствоваться оно будет уже прямо с начала недели. И я напоминаю, что полнолуние это всегда день до, то есть, соответственно, вторник и день после, а это четверг. В течение всей недели эмоциональность у нас будет зашкаливать. Дополнительно к полнолунию, которая у нас будет в Козероге и нам захочется выстроить свою карьеру, какие-то свои амбиции реализовать, а также обратиться за помощью и поддержкой к людям, которые стоят выше нас по социальной вестнице. И, что самое важное, не только обратиться за этой поддержкой, но эту поддержку и получить. Главное найти правильные слова и верный подход. Что это за подход может быть? Во-первых, показать и проявить себя в деле. Показать, какой вы замечательный профессионал и что без вас компании совершенно никуда. Также проявите лояльность по отношению к вашему руководству и коллегам. И также покажите свои амбиции и свое желание расти, приносить пользу для компании и делать все необходимое для того, чтобы ваша компания или фирма процветала. Еще один очень важный аспект, который у нас будет на этой неделе. Это довольно напряженный аспект между Венерой, той самой планетой, которая отвечает у нас за любовь, отношения, принятие себя, обаяние, а также умение найти общий язык с другими людьми, и Нептун. Нептун – планета очень эмоциональная. Часто на таком аспекте нам кажется, что нас недостаточно любят, или что-то какие-то тайные мысли, или что-то какие-то не очень корректные поступки совершает наша вторая половина. И из-за этого нас может буквально накрывать. Во-первых, ревность, а во-вторых, наши глаза могут быть буквально на мокром месте. Но помните, что аспект этот пройдет, и все абсолютно устаканится. Но, как часто бывает, даже самые напряженные аспекты можно использовать себе во благо. Этот напряженный аспект с Нептуном вы можете использовать и дать ему выход не через проблему, а через созидание. Нептун – это та планета, которая отвечает за творчество, а еще за поэзию, музыку и за театр и кино. Поэтому, если вы рисуете, поете, танцуете, все, что угодно, даже в конце концов лепите пельмени с творческой такой какой-то жилкой, и если вы готовы немножечко сделать какой-то шаг в сторону от общепринятых каких-то стандартов, то этот аспект, наоборот, даст вам возможность заявить о себе в полной мере. А уж если вы занимаетесь каким-то творчеством и это творчество продаете, то вы смело на этой неделе можете поставить более высокую цену за свои работы. И вам с удовольствием за них заплатят. Поэтому все, что связано с творческим потенциалом, пожалуйста, реализуйте на этой неделе, и вы получите не только позитивный какой-то ответ от общества, и в том числе какие-то продажи работ своих, ваше признание, восхищение со стороны других людей, но и очень ощутимую материальную поддержку. А все, что могло вывести вас из равновесия уличных отношений, просто если вы будете реализовывать себя через творчество, нивелируется, и все у вас будет хорошо. Также помните, что сейчас у нас солнце находится в знаке рака. Рак отвечает за дом, семью, детей, а также за все, что связано с материнством и нашими предками, нашим родом. Поэтому, пожалуйста, проявляйте больше внимания к своим домашним, и они с радостью примут вашу заботу, вашу теплоту, вашу киноэстетику, а это значит обнимашки, поцелуи, да просто в конце концов почаще гладьте своих детей по голове. Им будет это очень приятно. И говорите своим родным и близким, как они для вас важны, и как вы их любите. И таким образом вы прокачаете эту сферу дома и семьи, и вы увидите, насколько лучше станут отношения с вашими близкими и родными.